Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семенов и, как всегда, в это время в эфире программа «Город Эсс». Нас окружает прекрасный мир, и, к сожалению, лишь немногие из нас способны фиксировать моменты вот этой красоты, этой прелести. К этим немногим относятся художники. Это удивительное племя, молодое, незнакомое, ну, бывает, постарше. Вот гостью представительности этого племени, прекрасного, гениального племени художников, я сегодня пригласил ко мне в студию. Итак, дамы и господа, в гостях у нас сегодня Мария Бабич-Кретова. Здравствуй, Мария! Здравствуйте! Просто Мария! Просто Мария! Удивительное имя, библейское имя. Тебя назвали так в честь кого-то из предков твоих или как? Меня хотели назвать сначала Виктория, почему-то. Победа тоже хорошо. Но потом это все вот так вот остановилось на Марии. На Марии, да. Но я рада, мне нравится. Маша. Вот мы с тобой познакомились, я вроде многих художников знал, знаю и продолжаю узнавать. Вот ты вот в числе моих новых, что ли, новых открытий, самых новых открытий. Мы с тобой познакомились на твоей выставке в Галерее Вавилон, куда меня очень, очень так настойчиво приглашала на эту выставку именно моя давняя подруга Алла Шахматова. Галеристка, сама художница тоже, великолепный человек, ты со мной, наверное, согласишься. И вот я пришел и не пожалел, потому что то, что я увидел, конечно, я этого не ожидал увидеть, тем более, когда там, если между картинами бы разгуливал какой-то маститый художник или художница, это молодая красивая девушка, и так уверенно себя она преподнесла. Она, то есть ты. Вот я сейчас покажу, ну, первое, что ли, первое такое впечатление было, конечно, картины на выставке в Галерее Вавилон, а потом вот такой, ну, пусть скромный, но, так сказать, это буклет, да? Буклет, да. Вот дизайн этого буклета кто тебе? Ты сама, конечно, да? Все сама, все сама? Ну, с помощью, с моей-то было. Ну, тут обратную сторону я не показываю, потому что там много картин, но мы их сегодня покажем на экране. А вот мы сейчас, когда будем показывать картины, Мария, я тебе буду задавать вопросы, мы будем их комментировать, да? Ну, все-таки давай сделаем к этому подводку. Какое-то все-таки было единое общее название этой вот шикарной такой презентации, выставки, на которой мы с тобой познакомились. Общее название какого-то силы. Общее название, да, было. Да, какое? Рождение легенды. Скромненько так. Да. А под легендой ты себя подразумевала? Нет, под легендой. Вот именно что я подразумеваю. Именно работа с выставкой. Почему? Потому что, ну, как вы видели, там половина работ практически связана с автомобилями. Почему? Потому что интересно было проследить, каким образом это все было, каким образом человек создал. Кто это был? Такие легендарные марки? Вот почему и легенды рождения, что это легендарные марки, такие как Бугатти, Форд, Роллс-Ройс, Рено. То есть они на слуху, но дело в том, что что за этим стоит, никто не знает. А мне интересно было покопаться и посмотреть, как человек к этому пришел, кто он был, может быть, даже из какой семьи, это тоже очень интересно. Что было до этого? То есть каковы его корни, да? Да. И стало интересно в итоге потом, а вот почему именно вот такой автомобиль, почему такой? Потому что есть подоплека. То есть есть путь. Вот мне был интересен путь. Ну вот сейчас в том числе будут показаны на экране картины с этой выставки, я попрошу их нам начинать показывать, а ты будешь комментировать. Там будет много интересного для наших зрителей. Что это? Ну это графика. Это немного другое. Графика и живопись, все-таки разные вещи, да? Безусловно. То есть изначально, если брать и говорить про путь мой уже, то я шла от графики к живописи. В этом направлении? Да, от графики. Именно с графики все и началось. А это уже живопись. Вот эта работа вообще с этой выставки, она первая. И знаете, как Матис сказал, что у художника есть такие работы, которые открывают дверь. Это может быть и в качестве технологии, и в качестве чего-то другого. Ну то есть вот эта работа для меня значима. Вот это, например, Даймлера Бенц, Моторваген. Вот все узнают эту... Ну происходит некая трансформация, надо понимать. Вот это Бугатти, там даже есть... И в работах есть документальные такие нюансы. Эти элементы, да? Они именно документальные, это информативность. То есть это непросто. Потому что там, например, есть и дом, и даже написан год кое-где, если поискать, и логотип, и из истории что-то есть. И там все это есть. Да. Это то есть можно посмотреть раз, можно два, но не сразу можно найти. Но именно я к этому и стремилась. И эту вот работу я тоже очень люблю. Это что? Эта работа, которая была сейчас, она называется... Нам дали по вторнику, взяли у нас по вторнику, а потом и по часу с дачи вернули. Это, кстати, фраза вот из литературы, из произведений, которые я очень люблю. «Сто лет одиночества» Маркис. Маркис? Да. Ну я тоже, это одна из моих любимейших книг уже много-много-много лет. Очень хорошая книга. Спасибо. Я помню, как я вот, когда ее читала, но это было не сейчас, это было несколько лет назад, как я вот стремилась дальше почитать, мне было очень интересно. А в каком возрасте первые прочитали Маркиса? Это где-то, наверное, лет 16-17-18 вот это вот. Такой вот, такой очень трепетный возраст, да, и когда вот именно такое произведение, оно и, конечно, с лету, с лету. Ну это как сказка, и в то же время и быль, и в то же время и явь, и в то же время и метафизика. И вот это все, когда переплетается, я также очень люблю Павича, поэтому. Милорат Павич, да, вот у него произведения такие, где вот пространство и время, они, он интересно очень играет с ними. Играет с этими понятиями, да. И со временем, да, и даже вот его можно читать просто, например, открываешь какую-то книгу у него, да, ну тоже «Последнюю любовь в Константинополе» открываешь. Можно просто взять и страницу какую-то прочитать, отдельно вообще, и там все равно что-то есть, какие-то такие вот. Я вам комплимент скажу прямо сейчас сходу, вот после первых просмотров для телезрителей, и оказывается, вы так же, как и я любите Гавриэль Гарсио Маркиса, именно «Сто лет одиночества», да, мне кажется, вполне было бы уместным вам проиллюстрировать эту книгу, потому что я, как я вижу ваше творчество, да, очень много пересекающихся, хотя он как бы пишет пером, чернилами писал, вернее, да, а вы, ваши холсты создаются по другим технологиям, живописным технологиям, да, но очень много, это было бы, конечно, очень вкусно, такое издание я уже прям вижу. Я подумаю. Подумайте. Подумаю, да, хорошую мысль, спасибо. Это будет здорово. Итак, вот первое знакомство теперь и для вас состоялось, ну кто еще не побывал на выставке, кто не видел работы моей сегодняшней гости, и после выставки вышло, что вполне понятно, так всегда бывает, но они разные бывают, рецензии, вышла, на мой взгляд, неплохая, но написанная, конечно, она, понятно, ее с ней торопили, с этой статьей в газете, свежей газете «Культура». Показываю этот материал, сейчас нам его покажут крупным планом, и мне, в принципе, вот, мне очень понравился заголовок «Молодые голоса в стиле фьюжн». Мария, сразу заговорю, ну, молодые, понятно, по определению, да, и вот вы согласны с автором статьи, Валентина Черновой, что она вам, вот, как бы, вам приписала, выставила такую оценку, что стиль ваш – это фьюжн. Вы согласны с этим? Вполне. Почему нет? Почему согласна? Тут же много всего. Что такое фьюжн? Смесь. 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 Как в джазе, да? Вон, раз фьюжн, вам, наверное, джазовая музыка нравится, учитывая, насколько она импровизационная, и там много тоже намешано из классики, из этноса, из многое из чего. Вот вы знаете, мне как раз очень нравится этнос. Угу. Вот очень люблю и никму. Да? И никму, очень. Угу. Ну, и очень мне нравится, если музыке, говорить о музыке, то мне нравится классика Лара Фабиан. Угу. Тоже хорошо. Ну, такие, вот этника, что-то такое. Ну, Лара, правда, не этника, но... Ну, я сейчас про энигму. Это качество, я понимаю, я понимаю. То есть, вот такие вот вещи, когда вот музыка, она как-то больше, чем музыка. А вот смотрите, вот уже потому, что увидели телезрители, потому что я уже начинаю понимать в вашем творчестве, да, первое мое было, ну, фьюжн, это у меня на подсознании было так же, было такое определение, но я углядел в этом явное влияние в вашем творчестве, явное влияние импрессионистов, постимпрессионистов. Вот, тем более, я был в свое время в Дарси, в парижском знаменитом, где собрана лучшая подборка, целый этаж занимающих вот импрессионистов. Вам кто из них ближе и кто из них все-таки невольно или невольно оказал, как бы считаете, на вас наибольшее влияние? Ну, что касается импрессионистов, я могу сказать, что мне нравится из них конкретно Берта Моризо очень. Вот этот вот свет ее, как она свет передает. Как умеет со светом работать, да? Да. Вот эта прозрачность какая-то, что сразу видно солнце. Да. А что касается влияния, то да, пожалуй, да, потому что, например, если я пишу маслом, я не беру творческие работы, например, маслом, например, этюды, то помимо же видения импрессионистов, ну что это такое импрессион, да, это впечатление, да, есть еще техника. То есть техника, может, она разная быть, да? Ну, конечно. Есть там фламандсы, которые вот они вот прям... У Сезанна одна, у Моня другая, там всех разные. Вот, к примеру, импрессионисты, вот этот вот шмазок, вот эта вот пастозность, это просто близко мне как-то вот внутренне. Корнево. Да. Любят говорить иногда, да? Да, поэтому да. Так вот, насчет корневого еще мы продолжаем все-таки знакомить вас с работами, удивительными работами Марии, а она продолжает комментировать, потому что это удивительно, удивительный мир. Вот что у нас, что мы видим все? Ну, что я могу сказать по поводу этих работ, это вот видите, тут в детское немножко уходит. То есть, вот эта работа называется «Будь свободен в своем выборе», а почему нет, да? Опять же, по поводу названий. Я говорю же, что они приходят сами, надо слушать просто, я не придумываю их. А вот эта вот, кстати, работа, мне тоже она нравится, она такая светлая, она называется «А потом пошел дождь из желтеньких цветочков». Чудесно. А вот это, кстати, Роллс Ройс. Да. Да, вот что интересно, когда я читала, смотрела что-то о них, то меня поразил факт, что их двое. Ну вот мы говорим, да, Роллс Ройс, все равно на слуху где-то есть, да, это все, но никто не задумывается никогда, что это два человека создали. Это был Ройс, Роллс и Ройс. Это две фамилии. Чарльз Роллс и Генри Ройс. Вот они совпали в какой-то момент, я именно почему-то, ну я не знаю, когда вот, например, информация приходит какая-то, вот разница в чем там, в живописи графики моей. То, что, к примеру, если мы возьмем часть произведений с выставки, именно касается автомобилей, например, да, вот этих вот работ, то что происходит? Происходит как бы процесс трансформации от информации к творчеству, а в графике наоборот, это от творчества к информации, потому что в графике я не знаю, что придет. И графику я люблю еще за что? За то, что там у тебя нет второго шанса, вот за эту невозможность второго шанса, потому что или ты, причем работаю в графике, я пером. Именно происходит такая ситуация, что если линия не та, то все, это не исправить, как в масле, в масле же можно замазать, там что-то, там как-то, это все-таки, а там все. Масло более мягкий материал, он более гибкий, а графика это энергия, это линия, это вот очень сильная отдача идет в графике. А вот, Мария, каким образом, вот это, чтобы я понял, какие моменты, каким образом происходит вот такая качка, или туда, или туда, вот когда какие-то приходят, начинают приходить образы, вы понимаете, вот тут нужно графическое решение, а тут нет, вот тут масло, масло и только масло. Как вообще состыковывается сверхзадача и, в общем, вот техника, технология? А дело в том, что можно сделать и маслом, и пером, и тушью. Это просто разная интерпретация чего-то, а графика это, ну, это настолько как-то от души идет у меня. То есть я вот и говорю, что я начинала с графики. Почему? Потому что, вот ощущение само, а живопись, живопись интересна, живопись интересна. Графика, вот оно получилось, вот оно получилось, вот оно. Я вот смотрю, получилось, или смотрю, нет, нет, вот так. А живопись, там, графика это все-таки вот, вот оно, это вот одноразовый продукт, который вот сейчас вот, да, вот, но не продукт, продукт грубый, это не о том. Вот. Это вот сейчас. А живопись — это многоплановость. Фоны сложные, например, да, могут быть. То есть это другой процесс. Это другой процесс помимо ментального, душевного и духовного, это еще и другой процесс технологический. Потому что технологии. Да. Я понял. Ну, это удивительно, конечно. Удивительно. Ну, вот вам за ваше творчество, хотя беседующий продолжается, ну, фрагменты моего творчества. Тут мои статьи в журналах, я их сейчас покажу на камеру. Я тут специально дал немножко побольше, чтобы, да, вот «Самара-губерния», «Леди-клуб». Вы тут о автомобилях, да? Тут вот видите, ракета на... Это очень интересно. Спасибо большое. Тут в основном, конечно, статьи мои о театре, о музыкантах. Ну, опять же, близкий вам мир. А вот, значит, вы говорили... А подождите секунду. Я бы тоже хотела вам сделать дар. А, это не просто так лежит? Нет, это я хотела бы подарить вам. Ага. Спасибо огромное. Вы даже можете спросить, а почему такое название? А я сейчас должен прочитать такое название. Сейчас. «Молчи о главном». Да. Почему такое название? Почему такое название? Вы знаете, вас, наверное, удивит, я не знаю. Название приходит само. Например, работа и название. Я когда подумала о том, что я хочу вам что-нибудь подарить какую-нибудь работу... Спасибо огромное. Мне почему-то захотелось вот подарить именно эту. Вот по ощущению. Да? Что именно... По цвету как-то, не знаю, гамма какая-то. По ощущению, по цвету именно мне, да? Да. Молчи о главном. Но я должен над этим подумать. Но при этом я, кстати, даже считаю, что вообще, помимо того, что там названия какие-то, да, то есть... Это не просто название, например, в моих работах. Я к этому, знаете, как отношусь, что это посыл. Например, вот у человека какая-то есть ситуация, да, в жизни. И вот ему нужна какая-то подсказка, да, он вот какой-то ответ ищет. Он раз увидел. Ну вот все равно, я все равно живу по знакам сама. Раз я там где-то там это услышала, раз вот это увидела. Есть же другие люди, которые тоже ориентируются на какие-то такие вот вещи, на какие-то вот такие вот. Вот. И название вот у моих работ бывает, что, например, мне кажется иногда, что вот человеку может и такое быть. Ведь оно ко мне приходит, ведь оно само меня выбирает. Это не я его выбираю. Творчество выбирает само, к кому приходить и каким быть. И когда, да? Да, абсолютно. И в итоге получается, что, может быть, кто-то посмотрит, прочитает какую-то фразу из названия, и это будет для него ответом. Вот я к этому тоже как-то вот недавно подошла, что вполне возможно, что и такое есть. И это очень интересно. Это значит уже не просто работа, это больше. Ну как, например, вот если опять же возвращаться к нашему с вами, оказывается, общему любимцу Гаврия Гарсия Маркису, вот я уже вижу в вашем исполнении картину «Сто лет одиночества». Просто сама картина. Это должно быть что-то монументальное, потому что это настолько можно глубоко, это можно просто съесть. Я подумаю об этом. Это очень хорошая мысль, да. Мой подарок тоже такой, на уровне идеологии и некого креатива. Ну давайте посмотрим, подарим телезрителям еще небольшой фрагмент вашей выставки, вашего искусства. Смотрим и продолжаем комментировать. Кстати, вот, по-моему, как раз эта работа, да. Вот теперь она, она известна где. Теперь да. Так, это что? Это тоже относится к автомобилестроению, если можно разглядеть силуэт. Силуэт видно, да. Что это было? И это был механик Олдс. Олдс-мобиль. Олдс-мобил? Да. Фантастика. Вот в таком интерпретации. В таком интересном решении, да. А вот эта работа называется «Все приходит вовремя». Ну там, по-моему, вот справа детишки какие-то, да? Детишки, да. И это как фея зима, она дарит подарок. Это какой-то подарок. Все приходит вовремя. Есть фраза же такая, да? Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Чудесно. Чудесно. Просто наслаждение, конечно, какое-то. Так, а вот это что? Это, знаете, наверное, к Маркесу ближе уже, я думаю. Да? Мы все-таки вот видим, мы едем, но верно идем к нему. Что-то да, мне к тому, что... Вот тоже, кстати. Нет, здесь немножко Дали. Ну, вообще, это, знаете, что это вообще хранитель земного шара, то есть там земной шар, а птица, вот это вот, это судьба и хранитель. А я не промокнулся с Дали, вы помните, как много у него работ есть, где наш голубой шарик под названием «Земля присутствует», вы помните, да? А у Дали вообще много чего есть в работах, да? Да, удивительно. График у меня сложнее, конечно, комментировать гораздо, потому что графика идет на уровне нементальном. А вот на предыдущем просмотре, предыдущий эпизод, Мария, вы сказали такую обронить фразу, а вот это моя любимая работа. А что разве, учитывая, что вы, это ваши дети, вы их рождаете, рожаете, иногда мук, иногда очень долго, а могут быть раз нелюбимые работы? Нельзя сказать нелюбимые. Скорее всего, если, например, брать выставку, то там только те работы, которые я люблю, то есть которыми я хотела поделиться. Вот, да, но среди них тоже все равно есть работы, которые вот они вот прям вот... Очень греют, да? Мне вот к сердцу, да. Очень греют, да? Да, да. Ну, вот давайте так, хотя у творцов, я знаю, не принято делиться планами, и тем не менее, тем не менее, значит, один у нас с вами проект, уже вот все, мы его запускаем, это «Сто лет одиночества» Габриэль Гарсио Маркес. Это да. Может быть, даже иллюстрация к этому произведению, гениальному, величайшему произведению всех времен и народов. Что бы вам, что бы вы мечтали, пока, может, без конкретики, но вот какую-то выставку, какой-то цикл работ, автомобильный, этот цикл совершенно гениальный, мы уже его увидели, частично еще что-то увидим. Что хотелось бы? К чему хотелось бы прикоснуться, и что хотелось бы попробовать? Ну, во-первых, надо сказать, что есть куда расти всегда. Ну, еще раз. То есть эта выставка, это определенный этап, и опять же, там какие-то вот эти вот... Ну, вот этот автомобильный мир, он же не ограничивается вот этими пятью, шестью, семью, там, да, вот этими легендарными автомобильными, легендарными брендами, да. Есть и другие. Хотелось бы, конечно, дальше это все расширить. В планах, наверное, «Жигули», «Лада». И хотелось бы... Ну, вы знаете, кстати, вот это вот «Руссобалт», это ведь тоже интересно. Происхождение, да, происхождение вот в России, как вот это все было, это тоже очень интересно. И об этом тоже у меня была мысль. Ну, я вообще, знаете, хотела бы даже расширить немного вот это все. И я бы хотела, конечно, показать это дальше людям. Не только в Самаре, а где-то, может быть, в Европе, например, чтобы люди увидели вот эту выставку. Потому что дело в том, что здесь же есть интеллектуальная, присутствует нотка. Да. Интеллект. Ну, что это такое? Это вот, ну, факты какие-то, да. Это вот документальность. Я думаю, что просто это может быть интересно. Людям относительно информации, потому что это же не просто вот впечатление эстетическое. Это еще и развитие кругозора, мировоззрение. Как-то вот показать с другой стороны, что вот тут еще тоже можно копнуть. Ну, и, конечно, еще я хотела сказать, что вообще я планирую еще выставку графики. Отдельную выставку графики, да? Отдельную выставку графики, да. Потому что мне очень хочется тоже показать графику. То есть есть уже поделиться чем в этом направлении. Чудесно. А вот опять же, может быть, это сработает. Вы сказали про «Энигму». Действительно, это вот я сейчас уже вижу, ваши работы, они могут быть для них, опять же, использоваться там в их клипах. Потому что миры тоже очень близкие. Только один мир звуков – это «Энигма». И вот ваша – это живопись, да? Как минимум, вы могли бы какие-то альбомы групп или коллективов такого направления оформлять альбомы. То есть делать обложки. Опять сейчас выход на большой формат, уже опять винил возвращается. То есть опять от маленьких вот этих вот CD и так далее переход на большой размер. Или какой-то постер для вот такой стиля «Энигмы». что вам, все-таки, что бывает такой первым толчкой, такой кнопкой, красной кнопкой для Марии Кретовой-Бабич в творчестве? Вот бывает так, что вы несколько дней, вам вообще даже нет желания подойти к холсту, а потом вдруг начинается, и вы можете 24 часа перед холстом. Вот как это происходит? Опять же, чтобы простым людям понять. Я все-таки придерживаюсь того, что надо работать. То есть каждый день? Я не жду вдохновения. А, вот как. Да. Надо работать. Потому что некоторые представляют творцов, что это вот можно, значит, в кресле-качалке, потом... О! Ну, у каждого правда свое, потому что вот есть знаменитые писатели, которые только вдохновили поэта, да? И начинают потом на салфетках писать. Не дня без строчки, да? Не дня без строчки, да. Как про Олешу. А кто-то, да, как про Олешу совершенно. Который написал только одну книгу. Да. Писал в день по строчке. Да. А для кого-то это как рабочий день. То есть, с ним встает до обеда написать гениальную главу, потом обед с двух до четырех, потом там с пяти до восьми опять за столом. Ну, это у всех по-разному. Но я все-таки придерживаюсь того, что надо работать. Почему? Потому что начинаешь что-то делать. Начинаешь делать, делать, делать. И чувствуешь, вот оно. Вот оно. Мария, вот такой вот вопрос очень важный на самом деле. Из чего, из кого вы выросли? По моей информации, в вашем роду есть живописцы, да? Моя мама? Так. Моя мама известный художник, да. Кретова Ирина. Она художник-флорист. У нее потрясающие цветы. Я так не умею. Они дышат. Вот давайте мы покажем. Последний у нас есть показ. Сейчас покажем, опять напомним, покажем, как вы умеете. Будем комментировать. Продолжаем комментировать. Что это? Кто это? И это графика. И это вообще называется у меня «Карета снежной королевы». А вот эта работа называется «Ее чувство снега». Кстати, мне это навеяло произведение. «Ее чувство снега»? «Ее чувство снега». «Смила». Потрясающие, кстати, вещи. Ну, это «Кастанеда». «Дау». Эта работа очень просто называется «Что хотели». Что хотели, в скобочках, то и получили? Или просто «Что хотели» и вопрос? Не просто «Что хотели», а вы видели, там ряд идет персонажей некоторых. Называется «Что хотели». Куда они выстроились, для чего, я тоже не знаю. Просто вот оно вот. Это не продолжение, что хотели, нет? Ну, может быть и так. Можно, да? Может быть и так, да. Это какой-то автомобиль угадывается. Ну, это, наверное, ближе к «Руссобалту» уже. «Руссобалту» уже. То есть уже идет некая подготовка к проекту «Руссобалту», да? Да, возможно. Это созидание связей. Чудесно. Созидание связей. Это? Созидание связей. «Нексус». Это «Нексус». Угу. Это триптих «Ведение Маргариты». «Вездение Маргариты»? «Ведение Маргариты», да. Вот их три работы, вот. И за эту работу, кстати, мне дали диплом на молодости России в Саратове. То есть вы уже и… За оригинальность техники исполнения. А вот вы к хорошей теме нас подвели, хотя нам уже скоро прощаться, но тем не менее мы успеем поговорить. Вот кроме вот этой недавней выставки в Самаре, вы уже про Саратов сказали. Где-то уже были ваши экспозиции или в конкурсах, где вы участвовали, кроме Саратова? Да, дело в том, что я участвовала и в «Золотой палитре». Да, у меня есть выставки. Скромно молчите. Так, где? Ну, а где проходила «Золотая палитра»? Ну, где проходила «Золотая палитра»? В Саратове. В Саратове, так. Также о выставке. Ну, вы знаете, мне сейчас это сложно вспомнить. Там она не одна была, и не две, и не три. То есть вот так перечислять. Ну, какие города хотя бы, может, не название? Нет, ну, в основном это Самара. В основном Самара. Да, пока. Ну, я вам так скажу, что вот этот вот особенно автомобильный цикл, поверьте мне, ну, вы это без меня знаете, на ура будет принят в Европе. В автомобильный такой уже, знаете, где-то автомобиль уже надоедает людям, потому что они немножко старым городам, особенно типа Парижа, маленьким таким уютным городам, типа центра Парижа, там, может быть, Бонн тот же, они немножко, конечно, людям уже мешают. Почему они часто выезжают на автомобилях, только между городами перемещаются. Так, внутри городов это уже досмешно. В Нью-Германии это велосипеды, можно бургомистра увидеть на велосипеде. Вот. Ну, мы, к сожалению, подходим, все-таки, к финалу передачи. Я хочу напомнить телезрителям, что вот такой удивительный человек с нами рядом работает, живет и создает удивительные полотна. И графические работы, и живописные полотна. Мария Кретова-Бабич, оказывается, потомственная художница, вот так вот, опять же, наше открытие сегодня. Человек, который очень креативен и очень напоен музыкой. И вот это, опять же, для меня очень обрадовало. Я не знал, что так совпадают у нас музыкальные вкусы. Вот я вам хочу пожелать, как можно больше, значит, чтобы вас воодушевляло в этом мире не только автомобили и литературные произведения, но и все остальное, потому что мы, конечно, окружены подлинным чудом. Вот, чтобы ваше творчество развивалось, может быть, вот и в направлении работы для каких-то книг, оформления книг, каких-то красивых постеров, каких-то таких уютных вещей для людей. Потому что вы девушка, состоящая полностью из такого всего очень вкусного, эстетического и интересного. Это здорово, это еще раз мне подсказывает, каким гениальным человеческим ресурсом мы обладаем. Мы — это Россия. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня была Мария Кретова-Бабич. Мария, огромное тебе спасибо. В наступившем году тебе счастье, процветание, как можно больше новых работ, которые бы радовали всех нас и меня в том числе. До встречи в эфире. Я благодарю всех за внимание и вот поздравляю вас с очередным открытием человеческим. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Мария. И вам тоже всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»